Добрый вечер! Это программа Точка зрения. С вами я, ее ведущая, Светлана Мелешко. И сегодня наш гость Лариса Захряпина, главный врач Липецкого областного перинатального центра, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Лариса Вячеславовна. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, потому что накануне Международного женского дня хочется поговорить о здоровье женщин. Мне кажется, что вы, как главный врач родильного дома, человек, который помогает женщинам иметь детей, наверное, уверены, что главное предназначение женщины – рождение, ну и воспитание детей. Однозначно, это ее главное предназначение как таковое. Ну и, наверное, тот самый маркер здоровья женского и общего здоровья. Вот рождение здорового ребенка – это то, о чем мечтает каждая женщина. Ну, я надеюсь, что есть условия для того, чтобы эта мечта реализовалась. А если мы будем смотреть, например, статистику за последние годы, как вы думаете или как вы знаете, женщины сейчас откладывают рождение детей на чуть более поздний срок, чем вот раньше? Нет, ну такой явной тенденции к увеличению возраста женщин, получающих медицинскую помощь в родильных стационарах, нет. Нет, просто с учетом снижения рождаемости в 90-е годы, сегодня удельный вес молодых женщин детородного возраста несколько снизился. Вместе с тем увеличилось число повторных родов и число многодетных семей в области. Многодетные – это семьи, в которых трое и более детей. По данным Управления социальной защиты, на 640 многодетных семей в 2012 году в области стало больше. Ну, примерно такой ответ на ваш вопрос. Ну да, а вообще, с точки зрения медицины, наиболее оптимальный возраст для того, чтобы родить первого ребенка? Ну, детородный возраст, то есть наибольшего развития, расцвета здоровья женщины достигает к 18-20 годам. Ну, и репродуктивный возраст считается наиболее оптимальным до 40 лет. То есть, ну, дело-то не только в возрасте, и не столько в возрасте, сколько в исходном состоянии здоровья женщины. Ну, вы понимаете, что и в 20 лет можно иметь заболевание, препятствующее или осложняющее течение беременности. Ну, и также женщины старшего репродуктивного возраста с успехом выполняют свое предназначение, свою функцию без всяких осложнений и абсолютно нормально. А так всегда медики ведут такие факты, наверное, запоминают, когда или очень молодая мама удивляет всех, там, 12 лет рожает, или наоборот, возрастная. У нас такие примеры тоже каждый год повторяются? Ну, крайности, конечно, встречаются. Встречаются. Ну, вот, нижний возрастной диапазон 14 лет и старшая возрастная категория 47. Ну, а основная масса женщин рожает, конечно, в возрасте от 20 до 35. Ну, да, то есть это вот нормально и по физиологии, и по... Ну, вы знаете, здесь трудно говорить о норме. Норма, как и, наверное, в любом другом деле, у каждого своя. То есть здесь имеет значение, вот мы уже говорили о состоянии здоровья, о семейном укладе, о традициях семьи, о настрое семьи на рождение и воспитание детей. Здесь нет нормы, здесь есть просто личная судьба, наверное, каждого человека, каждой женщины, каждой семьи. Ну, вообще, липчанки, жители Липецкой области настроены сейчас иметь уже больше детей, да? Ну, вот про многодетные семьи я сказала. И родов вот в 12-м году в области принято более чем на тысячу больше, чем в предыдущем. То есть рожать стали больше наши землячки. Ну, здесь же тоже как положительный фактор, наверное, можно отметить снижение числа абортов в области тоже более чем на тысячу снизился и этот не очень так любимый нами показатель. И что самое приятное, вот, ну, если можно так говорить об этом показателе, существенно уменьшился удельный вес первобеременных вот среди тех женщин, которые прерывают беременность. То есть, если в 11-м году это было в районе 13%, то в этом году меньше семи. Почти в два раза уменьшилось вот это число. Почему я вот, может быть, так останавливаюсь на этом? Ну, большей катастрофой, чем приносит для здоровья женщины прерывание первой беременности, пожалуй, трудно назвать. Вот почему кроме постоянно ведущейся всеми акушерами-гинекологами области и всей системой медицинскими информационными кабинетами, то есть все силы и средства задействованы для вот того, чтобы донести эту информацию. Ну, и судя по приведенным мной цифрам, видимо, она достигает целевой аудитории, наша молодежь стала понимать, что ни один из методов контрацепции, ни один из методов планирования семьи не наносит такого ущерба организму, как прерывание первой беременности. Но даже если случаются вот такие оказии, у нас достаточно высокий процент применения малоинвазивных, так скажем, щадящих для здоровья женщины технологий прерывания беременности. Это мини и фарма-аборты. Они достаточно широко распространены сейчас во всех женских консультациях области. Единственное здесь, единственным условием является своевременное обращение. Это на ранних-ранних сроках, да, получается? Совершенно верно. То есть информация поставлена хорошо, вы даже знаете об этом. А вот когда девушка пришла или женщина сделать аборт, с ней вообще, наверное, неоднократно беседует врач или кто-то еще, чтобы она сохранила этого ребенка? Практически во всех женских консультациях области работают кабинеты медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы считаем, что женщина, готовая прервать беременность, это сложно, это трудная жизненная ситуация. Она нуждается в помощи, в поддержке, может быть, в каких-то реальных шагах, которые помогут ей принять все-таки более обоснованное, более взвешенное решение. В этих кабинетах работают социальные работники, юристы, психологи. Ну, всеми доступными способами мы пытаемся повлиять на мнение женщины. Да, окончательное решение, конечно же, остается за ней. Но вот обсудить проблему, показать все плюсы и минусы, еще раз проговорить, вот все-таки негативное и сформировать, я думаю, и в обществе уже сейчас постепенно формируется вот такое неприятие такого вот образа жизни, как прерывание беременности. Я думаю, что вот судя по цифрам, которые, они упрямые и говорят сами за себя, все-таки наши женщины стали больше настроены на семью, на деторождение, на воспитание детей, то есть на те общечеловеческие ценности, которые, собственно, как бы и должны быть в здоровом, нормальном обществе. Ну да, получается, если когда-то несколько лет, может быть, десятков лет назад, это был формальный подход, да, пришел человек, сделали ему аборт, без всяких разговоров, то сейчас пытаются всеми силами отговорить от этого. Однозначно, причем не только отговорить. Каждая женщина, в зависимости от того, первая это или не первая беременность, мы предоставляем информацию о тех социальных льготах, которые предоставляет наша область для женщин и для семей с детьми. Ну, материнский капитал мы знаем, вот тоже хотела сказать, что более чем на тысячу сертификатов больше материнского капитала выдано в 2012 году. Ну да, вторых детей становится все больше в семье, и последующих семья, это не один ребенок должен быть, правильно? Ну, семья. Семья может быть много. А с точки зрения медицины, сколько женщина вообще может иметь детей? Столько, сколько она захочет, столько, сколько она захочет, столько, сколько позволит ее здоровье, ну и ее жизненные планы. Наука исследована, что вот за тот период фертильного возраста или детородного возраста, о котором мы говорили раньше, с условием необходимых перерывов между беременностями, в которые женщина кормит ребенка грудью, восстанавливает свои жизненные силы и запасы здоровья для подготовки к последующей беременности. Ну, оптимальным, ну это теория, оптимальным считается четверо детей. То есть как бы это полная реализация всех женских начал, заложенных в... Природой, да? Да, заложенных природой, наверное, да. А вот мы видим примеры, когда женщины рожают 7, 8, 9 ребенка, при этом оставаясь абсолютно здоровыми, при этом достаточно легко перенося беременность и справляясь, как это не прозвучит для нас удивительно, с воспитанием своих многочисленных деток. Это достаточно благополучные семьи, достаточно здоровые дети, и здесь как бы вот, может быть, я напрасно даже назвала эту цифру, 4, но это вот по данным научной литературы. А в принципе, столько, сколько каждая женщина сама для себя запланировала. Ну да, у нас сейчас есть возможность для того, чтобы планировать. Сколько нужно лет для того, чтобы прийти в себя женщине после первых родов и решиться, может быть, на второго? Ну, оптимальным считается перерыв между родами и последующей беременностью 2 года. То есть, ну, конечно, это... С условием того, что, ну, первый год-полтора будет продолжаться кормление ребенка грудью, затем восстановительный период около года и как бы... Ну да, конечно, это все только теория, на практике все бывает по-другому. Сейчас понятие прегравидарной подготовки, то есть подготовки к беременности, оно все больше тоже находит понимание у наших с вами землячек. Обращаются женщины в консультацию для предварительного обследования перед планируемой беременностью. Это посещение акушера гинеколога, стоматолога, терапевта, может быть, для старшего возраста медицинского генетика. То есть это предварительное уточнение состояния основных моментов своего здоровья для того, чтобы, ну, как бы не находить неожиданностей каких-то во время желанной планируемой беременности. И таких женщин становится все больше. То есть все-таки ответственность и вот такой вот позитивный какой-то настроенный беременность все-таки сейчас достаточно часто встречается и преобладает, я бы даже сказала. Ну да, мы вот, и вы, наверное, видели, буквально на прошлой неделе показывали, как открывает у нас в стране очередные перинатальные центры, и денег все больше, и супероборудование. И президент об этом говорил, вы видели, да, наверное, эти сюжеты. В нашем регионе вот вообще проблемы, наверное, еще раньше были, вот основные переоборудованные роддома, перинатальные центры построены. Сейчас вот что, может быть, главное выходит на первый план, на ваш взгляд? Ну, в любом деле, наверное, главное это люди, главное это кадры, поскольку средств вложено в развитие именно акушерской гинекологической службы в области достаточно. Это ежегодно более 100 миллионов средств родового сертификата, программа с 2006 года, если помните. Из программы модернизации, которая в области в 2011-2012 году и заканчивается в нынешнем, почти 40% средств направлено на объекты материнства и детства. Это говорит само за себя. Но на любом оборудовании, даже самым высококлассным, которым сегодня оснащены практически все роддельные стационары, конечно, это кадры, конечно, это грамотные, квалифицированные врачи, акушерки, медицинские сестры. И отдельно хочется сказать о неонатологах, детских врачах, которые в этом году получили, ну, наверное, самую сложную задачу за все время существования их специальности, выхаживание маловесных детей с массой тела 500 грамм. Нет врачей-анестезиологи, которые обеспечивают и женщине комфортные роды, и обезболивание при проведении акушерских операций. Наверное, нельзя назвать специальности, которая была бы не важна, когда речь идет о здоровье мамы и ребенка. Поэтому, я думаю, что остается самым таким проблемным это кадровый вопрос. Хватает кадров? Или все-таки в областном перинатальном центре, наверное, нет проблем, а вот может где-то в районных больницах, да, или в домах? Я не думаю, что мы как-то на особом положении, как и во всем здравоохранении в целом. Дефицит кадров анестезиологии и реанимации, дефицит кадров неонатологов ощущается значительно. Ну, так или иначе, мы справляемся с этой задачей, и при том, что, я уже говорила, что больше чем на тысячу родов увеличился объем медицинской помощи по родильным стационарам. В этих условиях за два года удалось отремонтировать, опять же, в рамках программы модернизации, семь родильных стационаров. Ну, и при этом мы справились с повышенной нагрузкой, поэтому, как бы, есть кадровые проблемы, но имеющиеся кадры готовы, и мы видим, что они решают все поставленные перед ними задачи достаточно успешно. Ну да, и вы, врачи, те, которые работают и на Новый год, и днем, и ночью, тут нельзя отложить, сделать плановую операцию. Ну, может быть, только если... Да, пожалуй, это единственное лечебное учреждение, родильный дом, который работает круглосуточно, непрерывно, ну и только вот для соблюдения вопросов санэпидрежима, обеспечения инфекционной безопасности пациенток раз в год закрывается для уже полной помывки, обработки, текущего ремонта и так далее. Все остальное время выходных, перерывов, праздников, к сожалению, у нас нет. А если мы будем говорить, женщина ведь сегодня имеет право выбрать родильный дом или место, где она будет рожать, то предпочитают ли пчанки, жительницы области, все-таки областной перинатальный центр? Или это сейчас у нас в Липецке уже все на должном уровне оснащены? Ну, здесь вы несколько, вот как бы два вопроса в один. Выбор женщины остается за ней. Да, и на основании родового сертификата она имеет право обратиться в любое родовспомогательное учреждение области, и ей не будет отказано в медицинской помощи. Однако, созданная Минздравом и достаточно успешно функционирующая на территории области трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи подразумевает, что в центральных районных больницах на первом уровне акцент должен быть сделан на прием нормальных, неосложненных родов. Второй уровень – это межмуниципальные центры. Сегодня в Липецкой области это городские родильные дома Липецка и Ельца. Это Добринская, Донковская, Тербунская, Центральные районные больницы. Это второй уровень оказания медицинской помощи, где должны рожать женщины со средней группой риска. Ну и для обеспечения беременных высокой группой риска функционирует областной перинатальный центр. Все-таки организационно-методическая роль областного учреждения еще и в том, что вот потоки, вот то, о чем я сейчас сказала, распределение потоков беременных по группам риска, по выраженности той или иной сопутствующей патологии, распределение потоков привело к тому, что вот вся эта маршрутизация беременных соблюдается достаточно четко на территории области. И те женщины, которые заслуживают внимания, ну тоже будем говорить, хотят или не хотят, но они приедут рожать в областной перинатальный центр по медицинским показаниям. Ну да, и вы их примете и поможете. А вот для того, чтобы женщина на всем протяжении беременности ощущала себя здоровой, или если у нее какие-то возникают осложнения, тоже ведь надо все 9 месяцев ей заниматься, ходить к врачу сегодня. В общем, много приходится посещать врачей? Много хлопот это занимает? Если она дисциплинированная будущая мама? Если мы положим на одну чашу весов здоровье, выявление, своевременное выявление каких-то отклонений в состоянии здоровья, ну и посещение женской консультации, я думаю, это две несопоставимые величины. И сегодня число посещений каждой беременной в течение всего периода наблюдения к врачу составляет 9-13 раз. Опять же, все индивидуально решается. Не надо приглашать, и доктора этого не делают лишний раз на прием женщину, у которой нормально протекает беременность, а та, которая имеет определенное отклонение, посетит и 13, и 15, и может быть большее количество раз. Здесь все тоже решается индивидуально. Ну, ранняя явка, вот хочу сказать, что все-таки, я думаю, что, дорогие липчанки, вы доверяете моим коллегам, потому что ранняя явка, то есть появление на породе женской консультации женщины в сроке до 12 недель у нас почти 86% области. То есть, женщины... Дисциплинированные будущие мамы, ответственные. Да, они молодцы, наши женщины просто молодцы. Они появляются своевременно, это особенно важно, почему я, может быть, останавливаюсь на этом дополнительном. И в 2013 году на территорию области мы будем переходить, и уже начали переход, на скрининг, то есть общее обследование всех беременных для выявления хромосомной патологии, наследственной патологии в первом триместре, то есть до 13 недель. Лариса Вячеславовна, ну вот рождаемость, как вы думаете, будет в 2013 году в связи с тем, что, наверное, и беременных сейчас больше? То есть увеличится еще больше? Ну, я думаю, что да. Судя по тому, что уже за январь месяц более тысячи родов приняты на территорию области, я думаю, что цифра будет повышаться. Да, это будет. Не только в количестве, я думаю, дело и в качестве, в состоянии здоровья наших беременных, соответственно, новорожденных детей, но и в благополучных исходах родов. Здесь, наверное, это самое главное. Хорошо, кому-то, в общем-то, везет, они сразу беременеют, рожая здоровых детей, но все-таки есть исключение, наверное, какой-то процент, у кого не получается, это бесплодие, да? Сегодня эту проблему ведь можно решить с помощью современных способов? Ну да, к сожалению, уровень бесплодия на территории Липецкой области почти в три раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Но это не только наши женщины менее здоровы, здесь еще речь идет о хорошей выявляемости, я думаю, данной проблемы, данного заболевания. Диспансерная группа по данной проблеме у нас в областной женской консультации составляет порядка 500-600 человек ежегодно. Эффективность коррекции данной проблемы, она тоже достаточно высокая. Ну а с увеличением доступности программы ЭКО в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно в области рождается около 120-130 детей, причем более половины из них получают эту помощь бесплатно по квотам Липецкой области. А с 2013 года эта медицинская услуга включена в программу государственных гарантий и будет оказываться по полису обязательного медицинского страхования. Как раз сейчас вот идет отработка путей направления женщин с изолированным трубным фактором. Ну я думаю, что мы не будем сейчас вдаваться в медицинские подробности. Хочется сказать только, что все доктора своевременно информированы о том, какие организационные вопросы решаются в данном направлении. Эта помощь, я надеюсь, дойдет до каждой семейной пары, которая нуждается вот в этом виде медицинской помощи. А эта помощь сегодня оказывается ведь не в Липецке, да? Идут разговоры, что может быть у нас будет центр репродукции наподобие московских. Пока здесь у нас нет. В планах развития здравоохранения Липецкой области открытие такой лаборатории стоит на 2014-2015 год. Ну это достаточно серьезный шаг для здравоохранения в целом, я думаю, для области в целом. Но это нуждается в подготовке, в серьезной, и подготовке кадров, и в серьезных материальных затратах. Поэтому, ну в плане это есть, и я надеюсь, что... Ну и сегодня практически все нуждающиеся женщины, они, да, у нас нет своей лаборатории, но они направляются по квотам в федеральные клинические центры города Москвы, города Санкт-Петербурга. И в достаточном объеме эта медицинская помощь получается. Ну откуда-то эти 120 деток рождаются у нас в области. Ну да, 120 детей. И ведь они не отличаются от всех остальных детей. Потому что, ну вы вот разубедите, есть люди, которые до сих пор не верят, что можно родить, и ребенок с пробирки, он такой же, как и все остальные дети. Ну, дело в том, что в пробирке-то происходит только первый этап слияния двух половых клеток. А вся остальная беременность развивается так же, как и любая другая в организме женщины. И ребенок рождается абсолютно такой же, как и зачатый, без применения современных технологий. Поэтому здесь, как бы, если семейная пара ставит перед собой цель добиться рождения ребенка в семье, я думаю, что вот, ну овладели же мы компьютером, овладели же мы современными информационными и различными другими технологиями. И многое в жизнь вошло, то, чего мы 10 лет назад даже не представляли себе. Ну почему же медицина должна отставать и не ставить на службу людям для решения их же жизненных проблем, каких-то современных технологий, которые сегодня достаточно развиты, достаточно отработаны. Я думаю, что бояться этого не надо. Если есть такая цель, всегда можно найти путь достижения этой цели. Ну к бесплодию, наверное, приводят не только болезни, да, и в том числе и первый аборт. Если женщина делает, это может, да, сказаться потом? Совершенно верно. Причем я уже, наверное, повторяюсь, что маточная форма бесплодия, которая чаще всего развивается после первого аборта, она хуже всего поддается терапии. И, кстати, программа ЭКО после нее менее эффективна, чем если это были трубные или любые другие факторы. Поскольку повреждение органа, в котором непосредственно должна развиваться беременность от первого до последнего дня, повреждение этого органа иногда плохо поддается лечению, плохо поддается восстановлению. Вот поэтому мы все время и возвращаемся к проблеме прерывания первой беременности, к проблеме аборта. Да, поскольку вот сколько женщин искалечено этой ужасной операцией, даже трудно себе представить. Да, это, наверное, очень много. Но у нас осталось минуты 4, я хотела еще поговорить в целом о здоровье женщин. Лариса Вячеславовна, как вы думаете, вообще, вы общаетесь больше, наверное, с беременными женщинами, но вот в целом женщины более сегодня внимательно относятся к своему здоровью? Ну, если мы говорим об уровне заболеваемости по отдельным формам, ну, практически мы на уровне Российской Федерации. Мы не сильно отличаемся от, мы это область, отличаемся от среднероссийских показателей. Вот несколько выше показателей заболеваемости бесплодием. Ну, я думаю, что это больше за счет хорошего выявления. И поскольку ведь уровень заболеваемости – это не только фактическое наличие тех или иных проблем со здоровьем у людей, но и насколько внимательно врачи занимаются этой проблемой. Статистика-то создается из тех цифр, которые подают доктора, работающие с пациентками, с пациентами. Да, поэтому здесь, как бы, этой цифры бояться не нужно. Хорошо, когда проблема видна, когда она обозначена, ну, тогда есть настрой, желание и возможность принять правильные управленческие, организационные решения, ну, и работать над этой проблемой. А когда проблему не видишь, вроде как ее и нет, а вот то, что мы ее видим, это хорошо. Современно образованная женщина, работающая или, может быть, даже не работающая, она сколько раз должна уделять время себе? Сколько она должна посещать врача? Посещение опущера-гинеколога, современная цивилизованная женщина, должна посещать ежегодно в плановом порядке. Или если есть какие-то проблемы и необходимость проконсультироваться при наличии жалоб, или даже, не даже, а или по вопросам контрацепции, по вопросам планирования семьи, то, о чем мы с вами говорили сегодня, это может быть сколь угодно часто. Но обязательный осмотр с скрининговым обследованием на онкоцитологию, мы не коснулись профилактики онкозаболеваний, к сожалению, заболеваемость этими страшными, серьезными заболеваниями достаточно высока на территории Липецкой области, но программа онкология высветила также все проблемы, имеющиеся. Я остановлюсь только на том, что касается репродуктивной сферы. Онкоцитология ежегодно, маммография один раз в два года для женщин старше 40 лет и УЗИ молочных желез в возрасте моложе 40 лет. Это тот необходимый минимум, который позволит своевременно определиться с необходимостью тех или иных лечебно-диагностических дополнительных мероприятий. Это цивилизованный подход к своему здоровью. И последний у меня вопрос, потому что все-таки мы с вами накануне дня 8 марта, может быть, вы что-то пожелаете женщинам очень коротко. Ну, как всегда, я могу пожелать женщинам только здоровья и реализации всех их планов, но самыми главными из которых, я надеюсь, останется рождение и воспитание здоровых детей. Всего доброго вам, дорогие липчанки, здоровья, удачи, и чтобы ваши дети были здоровы. Спасибо большое, Лариса Вячеславовна, за то, что нашли время прийти к нам в программу. Это была точка зрения Ларисы Захряпина, главного врача Липецкого областного перинатального центра. Будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин